В мире неспокойно, но мы успеем за моментом времени, за пультом Жуков. 17 февраля 2020 года в Думу внесён законопроект о покупке правительством акций Сбербанка. Законопроект под номером 90198-7. Во-первых, как и полагается при внесении законов в представленных документах на сайте Думы, имеется пояснительная записка. В ней нам объясняют, что у Центрального банка, как у регулятора банковской системы, и у него же, как у владелица акций Сбербанка, присутствует конфликт интересов. О, как вы думаете, с кем? Но если мы вспомним недавнее прошлое, то кажется, что не существуют сделки, по которой Центробанк купил бы эти акции. А они есть у него с момента образования Сбербанка. ЦБ, как структура государства, получил, не купил, а получил в управлении важный государственный актив. Ну, логично. ЦБ – главный банк в стране и регулирует деятельность банковской системы. Возникает вполне резонный вопрос. А что, раньше этого конфликта интересов не было? Или он был, но его никто не замечал? А ведь еще как замечали. Ведь были приняты специальные федеральные законопроекты для особых отношений ЦБ и Сбербанка, о которых нужно говорить отдельно. Во-вторых, документ, принятый и одобренный к рассмотрению в Госдуме, содержит некие ошибки. Фактические ошибки. Ну, действительно, не важно, что писать в пояснительной записке, какой пункт, какой статьи вступает в силу с момента опубликования, какой с другой даты, какой с этой. Но ведь это такие мелочи. Кстати, в статью этих самых документов вы сможете посмотреть по ссылочке, которая будет приложена к ролику. Ну, и в-третьих, вернемся к специальным принятым ранее законопроектам. Принимались они под учет того, что ЦБ владеет большей частью акций Сбербанка контрольным пакетом. Правильно, что когда ситуация изменилась, законы неплохо бы тоже или изменить, или отменить. Но купить Сбербанк правительство планирует до конца этого года. А законы, регулирующие особые отношения ЦБ и Сбера, отменить планируются только с 1 января, думайте, 2024 года. То есть, владельца контрольный пакет акций поменяет в этом году. А регулирование законодательства под кредиты Сбербанка изменится только через 4 года. Ну, и тут, конечно, никакого конфликта интересов нет. Но, может быть, оно все к лучшему. И так и надо. Давайте попробуем взглянуть на то, как ЦБ распорядится неожиданным приростом 2,5 триллионов. Вот в пресс-службе ЦБ поясняют. В соответствии с законом о Центральном банке, 700 миллиардов рублей предполагается включить в состав доходов Банка России за 2000 год. А оставшиеся средства специального режима будут направлены в казну. Ну, то есть, на наших глазах деньги из фонда национального благосостояния перетекают в бюджет и распределяются, как надо и кому надо. Впрочем, как говорится, ничего личного. Просто бизнес. Судья Конституционного суда Константин Ироновский, в особом мнении по одному из решений Конституционного суда, назвал СССР, внимание, незаконно созданным государством. И предложил не считать Российскую Федерацию правоприемницей СССР как незаконного, а значит преступного государства. Ну, видать, судья Конституционного суда не считает, что правительство России должно платить пенсии. Люди-то работали в свое время не где-нибудь, а в СССР, то есть другом незаконно созданном государстве. Также судья, наверное, хочет предложить президенту Российской Федерации не проводить торжеств по случаю Дня Победы 9 мая. Мы же отношений к СССР-то не имеем, ну и вообще. Атомные электростанции, воинские части, заводы, университеты, дома, метроды, целые города и многое-многое другое появилось на нашей территории само собой. Или, может быть, не само собой, все-таки его построили в СССР, незаконном, преступном государстве. Отдельно надо отметить незаконно созданное государство. И вот тут надо спросить у судьи Конституционного суда. А вот Российская Федерация, она как создавалась при СССР, по действующим законам СССР или как? А если дяденька, который занимает такую должность, не понимает правопреемственность России и СССР, ему вот срочно нужно пройти профилактическое обследование, а может быть, даже диспансеризацию. Видимо, в результате повышенной утомляемости на рабочем месте у гражданина слегка помутился рассудок. Ведь не могли же его вот в таком виде взять на работу. 18 февраля 2020 года в аэропорту Внуково в городе Москва совершил аварийную посадку самолет Сухой Суперджет-100. Посадка, к счастью, прошла благополучно. Пилоты, молодцы, спасли жизни людей. Огромная им искренней благодарность за выдержку и профессионализм. Отсюда искреннее недоумение. Неужели никто из людей ответственных не понимает наличие проблемы этого самого Сухого Суперджета? Ну, вроде бы Сухой наше всё. Родной, отечественный, пасконный, скрепный самолет. Ну, свинчанный, правда, процентов так на 70 из иностранных гаек. Вот система образования кадров, как для производства, так и для разработки и обслуживания подобных, прямо скажем, непростых аппаратах. Ведь она загублена и продолжает, извините, в муках дохнуть. Производство самолетов, комплектующих убито в основном в 90-е. То есть, проблема-то вовсе не в сухом, как в фирме. Предприятие это по-настоящему легендарное, которое десятилетиями доказывало, что может создавать первоклассные самолеты. Проблема в том, что кто-то пытается нажить денег на проекте, выкидывая из уравнения ненужные издержки. В конечном итоге издержки – это жизни людей. Вот наши с вами жизни. Как мы понимаем, летные неприятности случаются, воздух есть воздух. Но вот только где-то пытаются найти причину и проблемы как-то решить. А в других местах задаются вопросом, как сделать созданный самолет рентабельным. То есть, чтобы вы покупали много, часто и везде с прибылью. Кстати, мы знаем для этого пару лайфхаков. Возможно, кто-то испытает эмоцию крайнего изумления. Но если у нас будет современное, качественное, массовое производство самолетов, их неизбежно будут покупать. Чтобы этого достичь, нужно сделать очень и очень простые, на первый взгляд, вещи. Вот от создания детского садика, от обеспечения достойной заработной платы и вообще стабильной жизни. Чтобы родители будущего великого авиаконструктора элементарно захотели родить. Ну и до создания сети бесплатных школ, секций, здравоохранения. Чтобы будущий великий авиаконструктор вырос здоровеньким. Извините, не склеил ласты в юном возрасте. Далее следует комплексная система воспитания и образования. Где будущий великий авиаконструктор, ну или слесарь шестого разряда, который в конце концов будет руками эти самолеты делать. Облачит знания и мотивацию к жизни, чтобы не старчаться на героине вместо поступления в вуз. А вот после вуза образованный юноша должен иметь гарантию получения работы по специальности в родной стране. В противном случае он утратит квалификацию или не утратит, но в одной из держав далекого зарубежья. А вот для этого необходимо собственное производство. Начиная с категории А. Производство средств производства. Чтобы было куда устраиваться на работу. Лайфхак номер два. Так как мы, вы, мы все проживаем в мире капитализма, то произвести мало, надо продать. Поэтому нужно вести разумную внешнюю политику, обрастая друзьями и партнерами по опасному международному процессу. Которые будут с удовольствием затаривать наши товары, самолеты в том числе. А для этого нужна стабильная, предсказуемая экономика. Каким бы странным это ни показалось, с богатыми и здоровыми всем хочется дружить. А с дохлой истеричкой, которая в следующую секунду может отчебучить неведомую хрень, ровно наоборот. Обратите внимание, 1920 год. Гражданская война еще даже не отгремела. А товарищ Красин в Лондоне от лица советской власти уже заключает выгодные контракты с капиталистическими хищниками. Ведь всем решительно плевать, кто ты, коммунист, буржуй или феодал. Окружающие просто хотят вести дела с хорошим дешевтом. Ведь капитализм. Выполнение этих несложных в понимании лайфхаков позволит вам сооружать хорошие самолеты. Которые будут покупать и приносить устойчивую прибыль. И не только самолетов этот рецепт касается. А потому что сверхдержава является сверхдержавой не от того, что это записано в Конституции. И не от того, что какие-то журналисты ее так называют. Сверхдержава она, потому что понимает, как организовать. И может обеспечить такие сложные процессы, как производство, например, пассажирских лайнеров. Но конкретно в этой сфере мы все меньше и меньше являемся преемниками СССР. Тут с судьей Аграновским не согласиться нельзя. Ну, а мы будем следить за моментом времени. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok